Добрый день, друзья! С вами я, Екатерина Романенко. Вы смотрите наш канал Переезд в Краснодар и в Краснодарский край. Канал для тех, кто планирует перебраться на ПМЖ в город Краснодар, либо в его ближайшее окружение. Напомню, что работаем для вас как с домами, так и с квартирами в радиусе 60 километров от города Краснодара, а также по Черноморскому побережью. Как с новыми домами, так и со строящимися, но точно так же с квартирами, с готовыми от застройщиков. Что мы с вами сегодня будем смотреть, друзья? В эти ноябрьские дни, скажем так, у нас уже серединка ноября подбирается, уже хочется одеться, утеплиться побольше. Но в целом еще погода классная. Мы с вами забрались сегодня в Калининский район и будем смотреть центральную районную станицу, станицу Калининскую. Иду для вас специально, показываю ширину дороги, качество дороги грунтовой, придомовую территорию. Заехали мы с правой стороны, съезд до асфальта будет здесь буквально метров 150. Поэтому считаю, что подъезд в целом к дому очень-очень хороший. Будем смотреть с вами дом. 1982 года постройки. Дом полностью реконструированный, отремонтированный, с хорошими надворными постройками, ухоженный, как многие говорите, с садом на земельном участке в 17 соток. Все как вы любите. Для тех, кто считает, что ехать на юг и жить в станице нужно на огромном земельном участке, вот как раз тот самый вариант и очень хороший бюджет. Стоимость нашего объекта составляет 5 миллионов 900. Дом продается у нас с ремонтом, с мебелью и с классными постройками. Пойдемте смотреть. Ну что, начнем, как обычно, с придомовой территории, с фасадов и земельного участка. Значит, по ширине фасада. Здесь у нас 14,5 метров. Участок идет немного на расширение к концу, но 17,5 он будет на конец участка. Но в целом ориентируемся, что это плюс-минус 15 метров по ширине. На фундаменте кирпичные столбы, забор, вот такая металлическая обрешетка, распашные ворота, входная калитка. Ну и в целом дом полностью-полностью обжитой. Кто-то сейчас мне скажет, что вот здесь укатали опять полдвора в плитку, но вы понимаете, что это достаточно дорогого стоит. Ну, когда 17 соток, тут особо каждую сотку не считаешь. Для тех, кому нужно, чтобы несколько машин имели возможность зайти на земельный участок, 2, 3, 5, я не знаю, здесь, наверное, штук 6 машин встанет. Если мы еще откроем вот эту входную ролету для заезда под машину, да, для гаража, ну, собственно, полноценный гараж. Не буду открывать ролету, он автоматически на пульте поднимается. Ямы там нет, там бетонированный пол, бетонированные стены, все штукатурено, покрашено и с освещением. Ну, то есть, если посмотреть в эту сторону, то, пожалуйста, да, вот такая огромная территория здесь у нас используется. Далее мы с вами зашли, будем так говорить, в задний двор, да, и давайте осмотримся по постройкам. А вот такой домик здесь начинали строить, к сожалению, света пока нет, но вот видно, что в такой черновой отделке есть капитальное строение. Сюда вода заведена, освещение заведено, ну, либо как летняя кухня, либо как гостевой дом, ну, вообще это планировалось как баня с гостевым домом. Далее по надворным постройкам. Все эти надворные постройки, судя по техническому паспорту, они у нас все кирпичные, в том числе и жилой дом. Еще одно подсобное помещение, это кладовая, сарай, вот кому как, да, бетонированный также пол, стены обшиты, утеплены. Здесь фанера внутри по стенам, полочки, ну, вот в таком формате. Все надворные постройки, да, вы обращаете внимание, что внизу у нас цоколь-кирпичик декоративный и декоративная штукатурка-караетка. Так, здесь есть еще помещение, это столярная мастерская, ну, такой мужской вариант. Опять же, здесь у нас на полу плиточка, здесь внутри, естественно, внутри блок. Далее по придомовой территории, что вам еще показать? Вот эта дверь, это выход во двор из дома через летнюю кухню. Газ, вода выведена, это мы в доме с вами посмотрим. Давайте сюда заворачивать, смотреть дальше. Это, получается, левая сторона дома, если смотреть от фасада. Здесь оборудована мангальная зона, также это все под навесами, огромное количество крытых навесов у придомовой территории. Опять же, да, видите, что со всех сторон все благоустроено тротуарной плиткой. Шикарный, да, здесь навес сделан именно как зона отдыха. Вот эти вот окна, вот эти окна, это зона кухни. Поэтому, если очень важно, очень нужно и очень хочется, здесь нет ничего сложного по современному формату, вот эти два окна сделать в пол по лету и сделать тут витражное остекление и из зоны кухни выход под террасу, да. Поэтому вот кому это важно, запомните, что здесь такая техническая возможность есть, и это не ой, как дорого будет стоить. Вот именно вот с этих двух окон из зоны кухни. Ну что, я считаю, что по количеству надворных построек и по качеству самой придомовой территории, конечно, все сделано очень здорово. Пойдемте смотреть землю, да, для тех, у кого сейчас сердце щемит, что получастка закатали в плитку. Ну, надеюсь, в этом доме, да, в этом обзоре мы обойдемся без тех комментариев, что пожалели земли, потому что здесь ее на самом деле достаточно. Также обращайте внимание, вот мы проходили, водичка выведена, да, освещение, все выведено на участок. Так, выходим с вами на земельный участок. Ну и, собственно, давайте осматриваться. Здесь много достаточно, несмотря на то, что сад молодой, посажено деревьев. Здесь у нас есть 4 черешни, 3 разных сорта винограда и черный, розовый и зеленый. Есть вишня, есть груша, молодой персик, абрикос посадили. Ну, в целом, такое самое необходимое все посажено. Наш участок, если смотреть туда прямо, на землю, он заканчивается вот где с правой стороны вспахана земля. Вот это будет граница участка. Задала хозяйке вопрос, почему на огороде не ставите забор. Сказала, что, в общем-то, здесь это не совсем актуально. Вот с правой стороны, если обратить внимание, видите, вспахано очень-очень много земли. Вот сосед фермер, и он у своих соседей берет в аренду по кусочку земли, кто отдает, кому столько не нужно, и потом рассчитывается на турпродуктам. То есть, тут вообще вариант такой, достаточно интересный. Если вы хотите сажать сами, пожалуйста, все вот это футбольное поле до конца участка, до конца вспаханной земли, все это ваше, сажайте, ставьте парники. Не знаю, тут сажать можно много-много чего. Ну что, с участка мы осмотрелись. Давайте будем возвращаться в дом и переходить к осмотру непосредственно самого жилого дома. Да, наш оператор всегда находит, что показать. Вот вам, пожалуйста, ноябрьский укропчик молодой растет и петрушка, щавель. Да, все это, пожалуйста, в супчик свежее, прямо все с огорода. Ну, пойдемте переходить уже к дому. Ну, покажу на участке вот здесь еще территорию, да, пока мы не ушли. Здесь травка сидит, и вот видно, видите, да, лавочка стоит, песочница детская. Вот здесь планировалась зона отдыха. Виноград заплетает беседку сюда, да, ну и здесь вот организовать именно такое место для отдыха. Ну, вот так детская песочница, все это у нас работает, открыли, да, ребеночек поиграл, потом опа, все закрыли, чтобы там местные коты не оставляли всякие ненужные штуки в детской песочнице. Ну что, друзья, давайте еще покажу одну важную вещь на участке, пока мы не ушли. Сейчас будем переходить к дому и к коммуникациям. Вот здесь у нас расположен септик. Септик здесь двойной, переливной, он новый, тут прямо еще с гарантией какой-то огромной. В общем, за год ни разу ничего не откачивали, не вызывали. Грунтовых вот в станице нет, на участке нет, место хорошее, высокое. Вот они, да, на 6 кубов два переливных септика. Вода льется с двумя маленькими детьми в доме денно и ночно, стирки каждый день, поэтому беспокоиться здесь об этом не нужно, о том, что воды, да, септики не справятся. Ну что, думаю, что такой дом должен многих порадовать, да, произвести впечатление, потому что на самом деле здесь сделано все вот прям с любовью и качественно достаточно. Несмотря на то, что у нас дом 82-го года постройки, я всегда говорю, что при определенных вложениях, силах и желаниях можно сделать конфетку из любого объекта, поэтому видно, что денег здесь вложили в дом много. Дом, еще раз повторюсь, основная часть его полностью дом кирпичный. Вот декоративные элементы сделаны по углам, это не утепление, это для красоты. Цоколь также облицован кирпичиком, вот эти вокруг окон вставочки, ну а вот это у нас все декоративная штукатурка Караед. Дом на ленточном фундаменте, 80 сантиметров лента, коммуникации здесь все центральные, газ, свет, вода, крыша металлочерепица, все перекрыто по всем постройкам, в том числе на дворном, огромное число навесов, ну в целом, думаю, по придомовой территории все понятно. Пойдемте смотреть непосредственно сам дом. Ну что, друзья, добро пожаловать в дом. Напомню, что смотрим с вами дом 82-го года постройки, 125 квадратных метров, по стоимости 5 миллионов 900 в станице Калининской, центральный район останется, Калининского района, станица большая, все в ней есть, три школы, два детских сада, построили свой бассейн, прям полноценный бассейн, не маленький, да, там для деток, а вот для всех, пожалуйста, есть свой кинотеатр, свое МФЦ, три магнита, пятерочки, в общем, все здесь в шаговой доступности, порядка 10-15 минут, и сделали еще, кстати говоря, реконструкцию, вот восхищается, да, наша собственница, сделали реконструкцию парка, куда можно сходить погулять с детками, порядка 15 минут, медленным шагом с коляской, она говорит, мы гуляем. Итак, мы с вами в прихожей, прихожая у нас площадью 9,2 квадратных метра, правильной прямоугольной формы, видите опять, да, что все это облицовано у нас декоративным камнем, внутри обои, выполняет функцию первой прихожей, все это отапливается, батарея вот она спряталась, под плиткой внизу теплого пола здесь нет. Мы переходим в основной дом, и здесь уже буду говорить сразу о том, что теплый пол есть у нас по всему дому. Несмотря на то, что теплые полы по всему дому, очень приятная коммуналка в зимний и в летний период, уточнила у нашей хозяйки, то есть вот на 125 квадратных метров дома нам обходятся в зимний период, это по кругу за все, включая вода, свет, газ, интернет, порядка пяти тысяч. Но при условии, что свет горит бесконечно, вода льется также здесь бесконечно, потому что, еще раз повторюсь, маленькие дети стираются очень часто. В летний период по коммунальным платежам у нас обходится более двух с половиной тысяч рублей. И по поводу электроэнергии летом, говорят, кондиционеры здесь у нас не гоняются, потому что с одной и с другой стороны навесы, и вот прямо они эту жару скрадывают, и в доме очень комфортно. Вот встречает нас такой пушистый хозяин, хозяйка, такая прям хозяюшка-хозяюшка, вышла у нас и спряталась. Так, ну что, давайте, ладно, к дому. А, 13 метров длина прихожей, с правой стороны установлены шкафы-купе, на прихожку для одежды, тут прям не буду лазить по чужим шкафам, много всего можно вот сюда поместить. На левую сторону у нас пошли жилые помещения, в доме, ну, получается так, что две спальни, большущая кухня-гостиная, кухня, ну, потому что за гостиную здесь принято считать вот это помещение. Опять же, при большом желании и необходимости организовать третью жилую комнату, избавиться от зала, смотрите, здесь вполне себе, да, вот так может получиться еще одна хорошая комната. И в целом еще одна проходная комната, ну, как холл, общий зал, вот такой, да, и будет сюда выход во все комнаты. То есть, друзья, кому нужна третья комната, вот она, пожалуйста, здесь прямо-прямо видится, площадью порядка 10 квадратных метров. Данное помещение 36,1 квадратный метр, прямо вот 36,1. А вот в моем формате, как я очень люблю, да, что-нибудь перепланировать, у меня вот она третья комната, да, на эти два окна. Если мы поменяемся сейчас местами в другую сторону, то вот он у меня появился кабинет, да, вот сюда стена. Я вам еще одна стена. Человек-перепланировка, меня уже многие называют. Вот сюда еще одна стена, и вот, пожалуйста, отдельное рабочее пространство с окном. Для меня, допустим, это было бы понимание кабинета. Ну, а то, что останется вот здесь холовое пространство, я почему здесь не топлю за наличие гостиной, да, потому что огромная кухня-гостиная. Вот прям там огромное помещение, 23 квадратных метра вполне себе хватает. И вот прямо такой вот пунктик для тех, кому нужна третья спальня, дополнительная комната, потому что вложения здесь каких-то капитальных совершенно не требуется. Одна гипсокартонная стена и дверь здесь, и вот здесь прям наличие кабинета, ну, я думаю, что многим было бы интересно. А так, вот в таком формате, да, дом с двумя спальнями, с гостиной и с кухней у нас сейчас представлен. Чистены оклеены обоями, потолок смешанный, он двухуровневый, с гипсокартонной вставкой, внутри натяжной, с точечными светильниками, все очень красиво, никакого такого изощренного, неприятного вида здесь не имеет. Все очень подобрано аккуратно. Ламинат на полу, высота потолков здесь по дому 2,80, вот согласно данным техпаспорта. Ну и напомню, что площадь данного помещения 36 квадратных метров. Давайте будем смотреть первую жилую комнату. Данная комната площадью 10,8 квадратных метров, это детская, также здесь ламинат на полу, стены оклеены обоями, в виде солнышка, да, здорово, сделан потолок, очень интересно, опять же точечные светильники, в общем, такая небольшая детская комната. Будем смотреть с вами вторую жилую комнату, это спальня, точно так же здесь у нас стены оклеены обоями, стеночки все выровнены, гипсокартон, двухуровневый потолок, точечные светильники, ну такая вот небольшая спальня. Напомню, что смотрим мы с вами дом, станица Калининской, Калининского района, центральная районная станица Калининского района, все здесь свое, прям приятно слушать, как растет, меняется станица, потому что, да, там бассейна у нас, допустим, не было, это была прям проблема, многим хотелось, а вот теперь здесь есть собственный бассейн для жителей района, да, свое МФЦ, детские сады, важно, мы находимся в хорошей точке станицы, здесь все у нас в пешей доступности порядка 10-15 минут, и большой парк, который отремонтировали, и здесь есть где погулять. Ну что, мы с вами спустились в пристройку, эта часть пристроена была к основной части дома, функция у нас здесь кухня-гостиная, давайте обратим внимание, вот на эти два окна, я вам их показывала с участка, что с них можно сделать выход, именно витражное остекление и выход на улицу, да, чтобы сделать выход на террасу, тут демонтаж двух батарей вообще труда никакого не составляет, если очень хочется, все можно, все можно сделать, напомню, что везде теплый пол, здесь также теплый пол лежит под керамогранитом, площадь данного общего помещения 23 квадратных метра, здесь высота потолка будет у нас пониже, ну, в чистом виде, в опущенном порядка 2,30, здесь матовый натяжной потолок, точечные светильники, ну, видите, как интересно, вот за счет низкого потолка, вот, кстати говоря, он прямо визуально видно, да, что потолок гораздо ниже, но вот за счет вот этих всех правильных светильников, вот этих вот подвесов, светильников, вообще не давит ничего на голову и не ощущается, все очень красиво и комфортно, барная стоечка, обеденная зона, да, вот все это разделено, кухонный гарнитур, ну, как-то вот прям все к месту, все в тему, как говорится, но вот это я прям вижу, вот прям хочется, да, сюда витраж и хоп, это ты вышел к себе на участок, на свою беседку, там, напоминаю, у нас мангальная зона, да, с правой стороны здесь диванчики стоят, ну, в целом, в целом вот так, ну, что, мы еще не посмотрели с вами санузлы и выход на улицу, далее проходим зону кухни-гостиной и попадаем с вами в зону санузла, санузел площадью 5,3 квадратных метра, стены облицованы плиткой, здесь у нас душевая кабина, унитаз, умывальник, в общем, вся вот мебель в том виде, как она есть, она здесь все остается, потолок здесь глянцевый, натяжной, с точечными светильниками, подсобное помещение, ну, как коридор, да, сюда, опять же, если довинчивать, докручивать кому-то не хватает здесь подсобок, то вот, пожалуйста, еще угол, да, здесь какое-то огромное количество полок, если для кухни какую-то подсобку рядышком, в правую сторону с вами выходим и попадаем, ну, как говорит хозяйка, здесь у нас летняя кухня а-ля котельная, почему летняя кухня, потому что вот сюда мы, с этого входа, что отсюда мы с вами попадаем в дом, что-то здесь готовится, моется, чистится, да, перед тем, как занести уже в основной дом, на отопление вы видите, что работает двухконтурный газовый котел, работает и на отопление, и на горячую водичку, напомню, что в доме все центральные коммуникации, газ, свет, вода, двойной переливной септик на 6 кубов, стоимость данного объекта составляет 5 миллионов 900, он практически остается весь в том варианте, как вы его видите в видеообзоре, за небольшими исключениями, дом с шикарной придомовой территорией, ухоженной, с огромным количеством надворных построек, навесов, ну и с большущим участком в 17 соток. Ну что, друзья, вот такой замечательный дом мы с вами осмотрели, в станице Калининской, Калининского района, в центральной районной станице, дом на самом деле достоин своего внимания, и я думаю, он очень быстро найдет своего нового владельца. Если понравился данный объект, пишите, звоните, мы с удовольствием вам его покажем, все расскажем, ну и уже посмотрите его вживую, потому что, конечно, внешний объект всегда гораздо лучше, чем он получается в видеообзоре. А вы подписывайтесь на наш канал, не забывайте, вот сюда внизу подписываться на наш телеграм-канал, там для вас всегда актуальная информация, рынок и недвижимость именно Краснодарского края. Ну и вот сюда на колокольчике, пожалуйста, подписывайтесь, для вас каждый день выходит новый обзор. Возможно, уже сегодня будет тот дом, который искали именно вы. С вами я, Екатерина Романенко, Центр недвижимости Компромисс.